друзья приветствую всех в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляете ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте друзья ставите лайки эту неделю мы начинаем с очень хорошим настроением во-первых нам нужно было после этих выходных вернуться хорошим настроением ну текущие тенденции друзья это еще большее давление которое мы видим оказывается на котировке американской валюты это как раз и есть отработка того заветного сценария который является нашей долгосрочной торговой идеи от индекса доллара пляшут все остальные инвест идеи потому что в остальном случае мы делаем акцент на рост рисковых инструментов индекс американского доллара сейчас а котируется на отметке 91 68 то есть фактически мы пробили следующий уровень поддержки на уровне 91 70 и теперь на мой взгляд то созданы в том числе друзья и технические условия возможности чтобы мы оказались еще ниже может быть нам стоит руководствоваться довольно амбициозными целями это нормальная и свойственная практика для успешных трейдеров по индексу доллара я думаю друзья мы вправе замахнуться на тест следующего уровня поддержки на отметке 90 а пунктов что будет способствовать такой динамике ровно тот же самый фон что и раньше мы ждем развязки по выборам 14 декабря пройдет голосование коллегии выборщиков мы прекрасно понимаем что к власти уже придет байден соответственно ждем более жесткие меры социального дистанцирования все что он обещал для того чтобы усилить борьбу с к видом я надеюсь то что за выходные ваше отношение к коронавирусу не изменилось я понимаю что все мы оптимисты считаем что он те вакцины которые уже можно сказать себя поступили на рынок от файзер модерны и астрозеники они возможно вероятно и дай бог конечно же помогут победить к вид но произойдет это не скоро поэтому сейчас мы все-таки работаем точно с такими же экономическими рисками что и раньше значит усиление мер социального дистанцирования более жесткие карантин и условия это то что продолжит омрачать перспективы американской экономики все это как и раньше друзья создает условия для того чтобы новоиспеченная администрация да и как и сам президент сша все-таки начали действовать и более проактивно и в плане экономического стимулирования очень надеюсь на то что конгресс осознает все риски текущего промедления и ждет все таки что новые меры экономической поддержки будут ассоциироваться уже с новым президентом если так друзья то до конца этого года то есть фактически мы вот-вот вступаем в заключительный месяц этого года и мы ждем еще несколько серьезнейших триггеров и драйверов для снижения курса доллара одним из этих драйверов является как раз дополнительная госпомощь от правительства если еще и фрс что-нибудь придумает и начнет действовать в связке с конгрессом будет совсем замечательно последняя новость о том что елен может стать следующим главой минфина это конечно же тоже очень хорошая база для дальнейшей ставки на снижение курса американцев потому что елен будет работать со в дуэте с павлом или неоднократно уже отмечала что конгрессу сша дфрс нужно быть более активным в плане до поднежки экономики и если все-таки придя к власти она начнет активно лоббировать идею не только на словах но и на фактических действиях то тогда помимо тех двух триллионов долларов которые мы ждем от законодателей американских мы можем получить решение а например перезапуске программ экстренного критования еще там на полтора может быть даже чуть побольше триллиона долларов вы только подумайте друзья вдумайтесь в эти астрономические цифры сколько экономику ждет доп ликвидности как это все повлияет на балансы на дальнейшие экономические перспективы на показатели инфляции на потребительские настроения и что будет с этим с доходностями американских облигаций с ключевой процентной ставкой соответственно с курсом доллара американская валюта снижается не просто так доллар как раз закладывается под все вот эти изменения и я надеюсь друзья то что вы вместе со мной сейчас в этой короткой оппозиции на этой неделе выступление павла в конгрессе уверен то что он попробует еще раз объясните республиканцам и демократам почему нужно помогать экономике и на этой неделе еще нонфарм пэрлс помимо кучи других важных отчетов то есть по рынку труда по нонфарм пэрлс у нас стопроцентная грядущая еще на доказательство того что американская экономика переживает очень плохие экономические времена и ни о каком оздоровление которое ранее обещали нам под закрытие двадцатого года им даже и не пахнет золото 1767 долларов за трость кунцу вот золото разочаровал конечно же хотя вспомним прогноз сити которые рекомендовали держать длинные позиции поскольку в перспективе первого полугодия двадцать первого года золото может подражать до отметки 2 300 или даже на хайха выше а сити комментирует текущую ситуацию отмечаю что ниже поддержки 1700 долларов за трость кунцу этот актив они уйдет друзья я как и раньше отмечают что золото будет расти, но оно будет расти только тогда, когда мы получим и увидим новость о новых мерах экономического стимулирования. Поскольку я не знаю, когда это произойдет, соответственно, не могу точно дать вам рекомендацию, когда же стоит ожидать этот разворот. Евро против доллара растет 1.1968, 30 пунктов до нашей цели 1.20. Друзья, давайте дожимать. Доллар канадец 1.2988 это неделя и ближайшие дни очень важны для рынка нефти. Я предлагаю дождаться заседания ОПЕК, посмотреть, как на него отреагирует нефть и только после этого принимать решение о том, как торговать парой доллар-канадец. Поэтому давайте оставим на прозапар, скажем, этот дуэт активов. Новозеланец против доллара 0.7028 здесь ставим на дальнейший рост закрепления выше уровня 0.72 Австралиец против доллара 0.7385 уже все среднесрочные цели выполнены. Долгосрочная цель, которая может реализоваться в очень короткий промежуток времени. Это 0.75 друзья, 110 пунктов фактически до этого уровня остается. Завтра решение поставки, пресс-конференции или пресс-конференции точно будут говорить о перспективах экономики, пересматриваться прогнозы экономического роста и могут быть анонсы относительно потенциальной готовности к увеличению программы количественного смягчения австралийской, если австралийской программы. И соответственно, если эти комментарии будут сделаны, то пожалуйста, мы получим еще один катализатор для восходящего движения данного инструмента. Фунт против доллара 1.3337 нет новостей по Brexit, друзья, но в то же время времени все меньше и меньше. До конца этого года сделка должна быть, если сделки не будет, то фунт, соответственно, рискует просесть в район отметки 1.25 или даже 1.20. Это мой сценарий, я его буду придерживаться. Ну и что касается рынка нефти 47.61, сейчас сегодня в 13.00 по московскому времени заседание ОПЕК. Итоги этого заседания будут очень важными для котировок нефти, потому что от того, решат ли страны ОПЕК продлевать действующие договоренности по сокращению добычи или нет, будет зависеть возможность восстановления баланса на рынке нефти. Я хочу отметить то, что в последние дни на площадках очень активно обсуждают довольно критическую позицию Объединенных Арабских Эмиратов, которые хотят покинуть данный тандем ключевых нефти добывающих регионов, потому что критически оценивают свое членство в нем, неся колоссальные убытки. Опять же, позиция Объединенных Арабских Эмиратов понятна. Они сейчас по уровню запасов, по-моему, уже даже достигли значений в 110 миллиардов баррелей. Это примерно те самые значения, которые мы видели для российской экономики в конце прошлого года. Совсем недавно они обнаружили недалеко от Абудаби еще одно месторождение емкостью в 2 миллиарда баррелей. У них есть все для того, чтобы увеличивать добычу сейчас, зарабатывать на этом. Но в то же время сделка ОПЕК заставляет их оставаться сдержанными по своей экономической активности, не дает возможности развернуться. И, конечно же, вот это бремя сделки, оно чувствуется все сильнее и сильнее. И очень сильно контрастирует, опять же, с активностью некоторых регионов, таких как США и Ливия, которые увеличивают с каждым месяцем производство нефти. Просто поставьте себя на место Объединенных Арабских Эмиратов, и вы поймете, почему то, что происходит сейчас на мировом рынке, их подбешивает. Есть риск того, друзья, то, что их критическая позиция и то, что они в прошлом месяце уже стали не до конца соблюдать и выполнять взятые на себя обязательства, может, в конце концов, конвертироваться в их выход из содружества стран ОПЕК+. И если это произойдет, мы можем услышать об этом уже сегодня-завтра. Соответственно, без Объединенных Арабских Эмиратов условия сделки ОПЕК+, соблюдать будет практически невозможно, потому что если Объединенные Арабские Эмираты выйдут из этой организации, значит, другим странам придется сокращать добычу еще больше. На это они, конечно же, не пойдут. Я это к тому, друзья, что, быть может, сегодня-завтра мы можем увидеть серьезную коррекцию по рынку нефти. Советую взять за основу такой сценарий, как минимум к нему присмотреться, прислушаться к позиции, которую я только что озвучил, и быть осмотрительными с открытием других сделок, ну, в данном случае, длинных. Если рынок нефти все-таки пойдет вниз на плохих новостях по факту встречи ОПЕК, то бренд может очень быстро оказаться ниже 45 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Всем пока.